Нормальной обыкновенной семьей и вот почему-то трое детей. То есть я знал, что как бы такое возможно, но вроде как не возникало таких мыслей. У меня двое дочерей, которые уже выросли. Скажем так, получилось так, что я остался один. Девчонки уже взрослые. Ну и как-то вот одному совсем никак. Подумал, подумал, решил, что все-таки счастье, оно все-таки в детях. Изначально, конечно, мысль была о мальчике. Здесь были соображения очень простые, потому что все-таки я сам мужчина. Просто придет время с возрастом объяснять некоторые вещи. Мне кажется, что девочкам некоторые вещи должны объяснить лучше девочке. А я как мальчик какие-то вещи могу объяснить лучше мальчику. Сначала я пошел в опеку, узнал как что. Меня записали на курсы службы сопровождения. Там я эти курсы прошел, получил соответствующее свидетельство о том, что я прошел. Ну и вот все. Есть в Мурманской области два детских дома. В Кандалакше. Да, в Кандалакше и в Мурманске. Я просто позвонил, сказал вот такой-такой. Ищу ребенка вот такого примерно возраста. Вот примерно вот тогда, ну где-то вот примерно 7 лет. Если ребенок в детском саде входит в детский сад, это сложнее, потому что я на работе. Я на работе, в общем, я учитель, это практически не круглосуточно, но близко к этому. Поэтому если ребенок в школе, это проще, чем ребенок в детском саду в этом плане. Мне сказали, ну вот у нас есть такой один. Кастинг мне не устраивали. Вот приедите, познакомитесь с одним ребенком. Я вообще не знала, что это будет, что он приедет. Но я когда вышел куда-то, не помню уже, я увидел какого-то незнакомого человека. И он шел прямо ко мне. Я подумал, со мной кто-то пришел. Четыре ворона, а то я же не знаю незнакомых людей. Он сказал, как его зовут, показал свою маленькую собачку-малышку. Ну, успокоился, можно считать. Первый раз, когда я приехал, мы с ним просто два часа на территории детского дома погуляли, поиграли, повеселились. И встреча прошла замечательно. Мы там поиграли в бассейне игровом. Было круто. Еще там был такой игрушечный дождик, такой темненький, синенький. Он действительно очень контактный ребенок. В этом плане вот мы как-то очень, нам друг другу повезло. Оказалось, что вот есть какие-то еще очень общие вещи у нас в характере. То есть мы как-то сразу же друг к другу подошли. Отпустило, да, вот это волнение первой встречи. И сразу же вот как-то взяло другое, а с ним надо уже расставаться. Он сразу же зацепил меня. И у меня была уже, то есть я когда уже уезжал, у меня уже была мысль, так, когда, когда, когда мы снова приедем. Потому что вот я как-то сразу так, мой, это мой. Я как бы могу взять ребенка в гости себе, то есть на некоторое время. Вот, и я так вот несколько, по-моему, два раза это случилось. Так, кстати, он один раз ко мне приехал там, вот на февральские праздники, потом его на мартовские взял. А вот потом, а потом мне еще отправили в командировку в Мурманск. Я был там две недели в командировке, поэтому я каждый день просто, вот так сложилось, просто каждый день по вечерам там на час, на два приходил. И потом в очередной раз его забрав на несколько дней, и тут на нас свалилась пандемия. Вот тогда, да. И вот вы помните, у нас апатиты закрыли, Мурманск закрыли, ни приехать, ни выехать. И вот, и он у меня остался. Появился коронавирус, я остался. И теперь у меня две квартиры. Потом все это начало потихонечку оформляться, потом пришли ко мне из опеки. Приехали в Мурманск, там документы оформили. И уже все было понятно, что все, вот он мой, и все. То есть он меня папой стал называть на следующий день. Мы подружились, играли вместе. Потом папа меня учил к алфавиту. Момент притирки был, но он был, знаете, в такой очень, как бы сказать, мы очень щадя друг друга, друг к другу притирались. Оказалось, что мы очень похожи друг на друга, как-то подходим друг к другу. Вот, поэтому у нас первое время вообще не было даже намека на конфликты какие-то. То есть какие-то спорные ситуации, они как-то разрешались сами с собой. Живем нормально, но тоже иногда ссоримся. Ну да, миримся. Мирись, мирись, мирись. И больше не дерись. Водись, водись, водись. Друг к другу улыбнись. Мальчик должен стать мужчиной. Для этого у него должен быть образец мужской перед глазами. Но, на мой взгляд, этого маловато, потому что папа должен взаимодействовать с ребенком постоянно. Ну, не только воспитывать, но и развивать. Мальчик должен расти, обучаясь на, ну, таких, я скажу, моделях мужского поведения. А это, ну, может дать папа. Мне здесь помогает где-то то, что все-таки учитель, у меня есть педагогический опыт. И все-таки у меня двое детей, тоже взрослых. Ну, как-то вот это все прошло до 100, и сучу-чу-чу, проходят, ну, вот, без каких-то особых острых моментов. У него хороший характер. У него тоже есть свои работы. Он работает в 14-й школе. Недалеко от строителей, где мой кружок корабликов. Я очень рано как-то вот, Диме сказал один раз, и потом очень часто это повторял, что, Дима, я тебя люблю. Я тебя, Дима, люблю всегда. Родные люди, родные люди, я за твою улыбку в мире все отдам. Все так и было, все так и будет, я разделю с тобой сердцем пополам. Непростая судьба, скажем так, у него очень, у него действительно очень хорошая мама, у которой оказалась очень непростая судьба. У него, скажем так, его проблемы начались с 4-х лет. То есть, из дома его забирали в приют, потом возвращали домой, потом в приют, потом домой вот так вот несколько раз, и потом 6 лет он попал в детский дом. Ну, сначала у меня был какой-то детский центр, я там до 6 лет побыл. А потом уже так, чух-чух, в детский дом. Ну, очень приятно. Там были большие мальчики, маленькие. Один маленький мальчик у меня лего забирал. Подали детали, так и не собрал тот конструктор. Когда я играл Машенька на пульте управления, она шумела около больших мальчиков, когда они смотрели телевизор. Один говорил, что она ее сейчас задавит. У нас, как бы, эта тема не то, что не закрыта. Мы же постоянно с мамой общаемся. То есть, мама его не лишена, рыцарь, только ограничена. Они общаются каждый день, вот, когда есть возможность. Ну, там, каникулы, какие-то праздники, мы маму навещаем. Да, по ватсапу. Ну, мы-то видимся. Но это когда есть у нее свободное время и у нас. Мы общаемся хорошо. Иногда мы так играем в щекотку. Я притворяю, что мне смешно, а она притворяется, что щекочет. Ну, так. Я очень сильно боюсь щекотки, а мой друг Макс вообще не боится. За счет вот этого вот дергания, то, что, говорю, два года у нее не было нормальной жизни, понятно, что там ненормальный детский сад не приходишь. Просто было чисто физическое упущенное, знаете, как называется, педагогическое, некоторая педагогическая запущенность. Но так как это, в общем, у него тут, на самом деле, все в порядке, он действительно это все очень быстро наверстал. Когда летом, мне очень хочется поскорее учиться, а когда опять осень, хочется каникулы. Мне нравится математика, физера и английский язык. Он из детского дома приехал с диагнозом ЗПР. Он сейчас очень хорошо учится в общеобразовательном классе. Пока что ему все нравится. Ну, математики ему нравится немножко больше, потому что там, наверное, писать чуть поменьше. Вот, наверное, как у всех детей. А так, в общем, у него очень неплохо все получается. Раньше я получила много четверок, потом уже прибавилось больше пятерок. Ну, потом еще были две не очень хорошие оценочки, троечки, в двух тетрадях по русскому языку. Он очень общительный, вот, он достаточно любознательный. Вот, он друзей находит, знаете, иногда вот смотришь, я его дико завидую, потому что ему завести друзей в любую компанию, придет через пять минут, у него там уже все друзья. Ну, да, весь класс. У меня недавно прошел день рождения. Все так кричали и поздравляли. Поздравляем! Он очень эмоционален. Я бы очень сильно хотела пойти в путешествия на горы, потому что я в них никогда в жизни не был. Хочу, когда вырасту, пойду на горы сам и поставлю там свой флаг. Он умный, вот, он действительно умный. И такой, как я говорю, он светленький. Мне кажется, я отличный, красивый мальчик. Когда я был в Питере, мы зашли в одну кафешку, и там одна девушка мне так улыбалась очень сильно. Ну, та, которая работала. Он уже второй год ходит, как он называет, кружок кораблики, это судомоделирование Дом детского творчества. Кстати, вот, это, в общем-то, его. На кружок корабликов сегодня не пошел. Я уже научился строить Санта-Марию, уже больше половины зео, поставил все паруса. Там стоит один корабль Ког, такой покрашенный в коричневый цвет. Я думаю, вы его уже видели. Сейчас он ходит, вот мы записались в цирку, в цирку, в студию, в улыбку. Ну, вот, пока что доволен, счастлив, невероятно. Мы бегаем там уже, уже по 12 кругов. И еще занимаемся веселой зарядочкой. Полоса препятствий у нас есть. То есть мы сначала моржа делаем. Я уже научился, как хвост делать. Это раньше вообще вот так вот двигался. Потом там на носочках походить и колесо. У меня колесо, конечно, не очень, но нормально. А одна девочка вообще не умеет делать колесо. Вот так делает. Ну, тренер показал, как можно еще делать. Вот так ногами подпрыгнуть и все. Любит что-нибудь помастерить. Иногда у него спонтанно, вот, бывает. У него для этого все есть. Вот одно время, еще даже когда он в детском саду был, по-напрому классу, он еще любил 3D-карандашом, 3D-ручкой что-то делать. Сейчас немножко подостыл, но иногда вдруг достает, кто-то что-то начинает делать. Большое счастье, когда ребенку что-то нравится делать руками. Порядок в комнате наводит он у себя сам. Вынести мусор. Одно время он даже мыл посуду. Ну, это я уже мыл, но уже не мою. Ну, можно уже как-нибудь начать. Хорошо, налажено. Вот нам с Димкой фу-ть-фу-ть-фу, повезло. Вот друг с другом мы действительно как-то нашли друг друга. Просто детям не хватает слов Объяснить, как любим мы отцов Каждой минуте рядом Сердце радо Ты со мной Нам друг друга хватает. Скорбак, справляйтесь. Нам живется нормально. Он любящий, он трепетный, Он хлопотный, он беспокойный, но вот в хорошем таком смысле слова. Он обращает внимание на изменение ребенка. И если что-то не понимает, то находит того, с кем можно это обсудить, чтобы получить какое-то дополнительное знание. Я думаю, что он и за папу, и за маму справляется. И у него на это хватает сил. Такие чисто бытовые вещи у меня никогда особых затруднений не вызывали. То есть если ужин приготовить, никогда проблем не было. Ну, я всегда готовить любил, если неплохо получалось, поэтому что-то сделать, вопросов нет, мне это нравится. Вы, наверное, да, заметили. Тут уют немножко такой мальчиковый. Наверное, была бы женщина, а тут все бы блестело, сверкало. Да, я, значит, так это... Откуда столько пыли, я же два месяца назад вытирал. Ну, вот нас это устраивает, скажем так. Мы прибираемся иногда. Раньше складывала все в кучу, а потом уже начала по-нормальному. Когда мы с папой строили настоящую генеральную уборку, то у меня была куча игрушек. Сегодня я утром прибрался, поставил домик тут. У них очень хороший такой контакт. Они, ну, они даже, на мой взгляд, несколько похожи очень. Возможно, это помогает им понимать друг друга больше. У них больше каких-то интересов совместных. По пятницам у нас ванный день. То есть, Дима, именно ванна не душ, а именно ванна. То есть, набирается ванна, в пене, он там лежит, он там что-то держает, доволен. А по субботам мы заказываем пиццу. Сырную, ням-ням. И на пиццу я приглашаю своего друга Арсения. Выходные, праздники только вместе. А чего захотим? Вот иногда, слушай, Димка, пойдем погуляем? А, пойдем погуляем. Пойдем в кино? А, пошли в кино. А хочешь? А вот хочу в батутный центр. Ну, пошли в батутный центр. Можем, кстати, выехать куда-нибудь. На Иммандру можем выехать. В прошлом году на море съездили. Мы иногда едем в магазин вместе, делаем домашние задания. Да, ездим на Иммандру. Хочется, чтобы он состоялся вот как человек, которому самому не стыдно за ту жизнь, которую он живет. Чтобы ему было хорошо, чтобы он был счастлив. В том, понимаете, счастье, которое для него возникнет. Я хочу, чтобы у меня была хорошая семья. А можно и 10 детей. У меня было нормально и 5, как в Барбоскино. Два родителя, один дедушка. И там все дети. Малыш, Лиза, Роза, Дружокина. Как раз 5 детей. Пу-пу. Нет, думаю, это будет очень тяжело. Потому что в Барбоскино это мультик. Но мне бы и 2 хватило. Не каждый способен. Многие могут вырастить приемных детей. Ну, дать им кровь, еду, обеспечить образование. Многие даже развивают детей. Но полюбить, на мой взгляд, это что-то другое. Но это уже про душу больше. Он мне не как родной. Это просто мой сын. Вот мы вместе уже 2,5 года. Это волшебное ощущение, которое было мной когда-то давно забыто. Когда ты каждый день счастлив. Вот 2,5 года я каждый день счастлив. Дорогой мой папочка, я хочу тебе сказать приятное слово на ушко. Я тебя люблю. Я хочу тебе пожелать сегодня хорошей работы в твоей школе. Чтобы твои дети хорошо выступили на сцене. И чтобы у тебя была хорошая зарплата. И чтобы все дети себе слушали. Счастье, здоровье, настроение. Дим, что бы ни было, я тебя всегда люблю. Открою маленькую семейную тайну. Каждый раз, когда я его упаду бы спать, последние мои слова, когда ухожу из комнаты, я говорю, спасибо тебе, что ты у меня есть. И снова какие-то скрытые токи Сквозь все расставания, все сроки Мне просто напомнят, ты здесь Спасибо тебе за то, что ты есть Спасибо тебе за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо тебе за субтитры Алексею Дубровскому!